МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Алексей Андреев. Глава Республики Михаил Игнатьев посетил ведущие электротехнические предприятия Чувашии. Исследовательский центр Бреслер и компанию ВНИИР. Подробности в следующем сюжете. Сектор изготовления электронных модулей, инженерный центр и центр производства. Все это первым делом осмотрел глава Республики в исследовательском центре компании Бреслер. Это предприятие недаром признано одним из лидеров российского релестроения. Продукцию компании хорошо знают и за пределами страны. Уже сейчас в Монголии, а именно в Улан-Баторской ТЭЦ, успешно введено в эксплуатацию наше оборудование. С учетом импортозамещения, с учетом санкций, то есть для вас появились дополнительные возможности продвижения своей продукции, продажи своей продукции. В плане качества. Правильно я понимаю? Да. Вот это самый главный ключевой фактор соответственно. Около 60% сотрудников компании заняты научными исследованиями и разработками. Так, например, Павел Воронов в свои 23 года в составе научной группы уже запатентовал 10 разработок. В Чебоксарах очень хорошо развит релеинный центр. Им недаром считается то, что Чебоксары – это релеинный центр Российской Федерации. И вот Чебоксарских специалистов ценят не только именно в нашей республике, а по всей стране и даже в ближнем зарубежье. Сотрудники предприятия могли лично пообщаться с главой республики и задать волнующие их вопросы. Пожалуй, самой обсуждаемой стала тема повышения стоимости проезда как по городу, так и в районы. Наши обязательства по перевозке наших ветеранов, малобеспеченных семей, они остались. Все эти социальные обязательства мы выполняем. И, соответственно, все хотят в этой жизни, с учетом удорожания, определенные, как бы сказать, дельты поднимать. Это везде, не только у нас, по регионам она дорожает. Можно сказать много, для кого-то это мало. Поэтому здесь по-разному можно осуждать. Но не обоснованно роста тарифов мы не давали и не будем давать. Кроме обсуждения житейских проблем, были и слова благодарности. Так, в прошлом году на подобной встрече главе республики был задан вопрос. Он касался дольщиков и их проблем с жильем. Хотела вас поблагодарить, что вы посодействовали в решении данного вопроса. И дом достраивают. Ну и, соответственно, будем заселяться скоро. Мы завершим в этом году все вопросы подольщиков. Но самая главная наша задача, задача городских властей, не допускать этих проблем. Поэтому этот очень сложный такой механизм разрешения был. Но, по крайней мере, мы вместе с вами справились. Еще одной компанией, которую посетил Михаил Игнатьев, стал Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения. За более чем 50-летнее существование в НИИР стал бесспорным лидером по созданию магнитных пускателей, малогабаритных реле и систем релейной защиты для судовой энергетики. Основная цель была визита это почувствовать в условиях кризиса, как ведет себя экономика предприятий этих. Мы убедились, что ничего не стоит, а все движется, все кипит, работа продолжается. Видели, как выстроена система подготовки кадров. Выращивают они для себя кадры еще, начиная с первого, второго курса университета. И потом дальше продолжая стимулировать и оставляя их здесь на себе, на предприятии. Встреча завершилась на позитивной ноте. Два работника компании в НИИР получили почетное звание заслуженный работник промышленности Чувашской республики. Через неделю после Всемирного дня смеха отмечается Всемирный день здоровья. Темой этого года объявлена безопасность пищевых продуктов. Туда, где еда должна быть самой безопасной и полезной, в больничную столовую отправилась и наша съемочная группа. При упоминании о больничном питании россияне обычно морщат нос, о вкусе казенной еды в учреждениях здравоохранения многие знают не понаслышке. Интернет-форумы пестрят злобными отзывами. То, чем там кормят больных, нельзя давать даже собакам. Это просто какой-то кошмар. В столовой нет ни соли, ни сахара, ни хлеба. Практически каждый день на обед и на первое и на второе страшная пареная капуста без всего. Кисель там, наверное, одну пачку разводят на 5 литров воды, забывая добавить сахар. Посмотреть, как кормят в республиканской клинической больнице в Чебоксарах мы решили лично. Итак, первое, второе – хлеб и чай на вид вполне аппетитно. Пациенты, судя по всему, тоже довольны. Первое, второе – кормят. Утром, вечером каши, каши плюс яички, запеканки, рыбные блюда, мясные вторые блюда, овощные блюда. Все меня очень устраивает. Всех уговариваю. И в столовой сижу. Я говорю, девочки, из дома таскайте меньше, говорю. Давайте здесь питаться, как нам положено, для здоровья, для нас. Как начала питаться, начала себя лучше чувствовать. На самом деле очень вкусно кормят. Утром каши, это обычно вообще очень вкусно. На обед уже дают и первое, и второе. Это супы, борщи, очень нравится. Потом уже дают на второе тоже опять. Иногда каши, иногда гороховая каша. Никогда не ела, честно говоря. Сейчас очень нравится. Что ж, возможно, взрослое поколение просто не привыкло привередничать в еде. Однако специалисты объясняют нелюбовь. Большинство россиян к больничной пище по-другому. Здесь вам не глутамат, а натрия, усилителя вкуса нежирных наваристых бульонов, не избытка соли и сахара. Иначе говоря, в больницах кормят совсем не так, как пациенты привыкли питаться дома. Вот и приходится к правильному питанию привыкать. Лечебное питание является одним из видов комплексной терапии пациента. То есть это вид лечения. И естественно, если пациент пришел лечиться, то в первую очередь должен соблюдать режим питания в стационаре. Рацион питания пациентов сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Энергоценность соответствует всем нормам, которые прописаны в отраслевом приказе. Кроме этого, он обогащен специализированными продуктами питания на сегодняшний день, легко усвояемым белком и обогащенными продуктами, то есть обогащенными микронутриентами. И, конечно, способствует выздоровлению пациента. Чтобы добиться оптимального соотношения цена-качество, часть учреждений здравоохранения в республике перешли на систему аутсорсинга. То есть в больнице персонал занимается своими непосредственными обязанностями лечения пациентов, а идут для них готовят какая-либо сторонняя организация. В настоящее время из 45 учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования и оказывающих медицинскую помощь в круглосуточных и дневных стационарах, 21 учреждение организацию лечебного питания проводит путем самостоятельной закупки продуктов питания и приготовления пищи. И 24 организации отдают данные услуги сторонним организациям на аутсорсинг. За прошлый год расходы средств обязательного медицинского страхования на организацию лечебного питания составили 258 миллионов рублей. Расходы эти увеличились по сравнению с 2013 годом на 23%. Организации, которые поставляют питание в больницы, тщательно отбирают по конкурсу. Кроме того, контроль качества ежедневно ведется непосредственно в учреждениях дежурным врачом и диетологом. Впрочем, как бы вы ни относились, к больничному питанию в больницы лучше не попадать. Будьте здоровы! На дорогах Чувашии продолжается ямочный ремонт. Оценить ход ремонтных работ на улицах столицы решила наша съемочная группа. Как отмечают специалисты, в этом году от резких перепадов температур площадь повреждений дорожного полотна увеличилась. С 26 февраля рабочие предприятия по содержанию улично-дорожной сети города отремонтировали в общей сложности более 4000 квадратных метров. В процесс ремонта недавно включился новый рециклер. Он позволяет разогревать асфальтобетонную смесь до 220 градусов. Такая технология существенно сокращает сроки работ. Через 10 минут после заливки по поврежденным местам уже может проехать транспорт. Из расходов на 510 тонн литового асфальтобетона. Работы ведутся ежедневно в двухсменном режиме, включая выходные дни. С поступлением новой единицы техники, дополнительной приобретенной администрацией города Чебоксары, нового рециклера. С 21 марта при работе в двухсменном режиме среднесуточный объем работ около 200 квадратных метров. С 10 апреля планируется возобновление ремонтных работ с помощью техники КДМ-316, работающей методом пневмонабрызга. Одна ремонтная бригада такого типа в месяц способна отремонтировать площадь более 1400 квадратных метров. В этом году решили отказаться от идеи расширения до четырех полос дороги по улицам Энгельса и Ярославская. Средства решили направить на укладку нового асфальтового покрытия от улицы Гагарина до улицы Ярмарочная в Ленинском районе. Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика. В рамках проекта «Доступная среда» в Чебоксарах проводится кладка тактильной плитки на подходах к пешеходным переходам и остановочных павильонах для слабовидящих горожан. Работа по монтажу началась в конце прошлого года и продолжается в этом. Под программу рассчитано до 2016 года. Укладка тактильной плитки – новый для столицы республики вид работ. Монтаж производится в первую очередь по маршрутам движения слабовидящих граждан вблизи социальных объектов. Для этих целей из бюджета выделено более 27 миллионов рублей. В настоящее время укладка тактильной плитки идет на остановках общественного транспорта по улицам Университетская, Гагарина, Калинина, Николаева, проспекту Ленина и Президентскому бульвару. Всего планируется адаптировать 58 остановочных площадок и 172 подхода к пешеходным переходам. От них зависит интеллектуальное развитие детей, их социальная адаптация и будущее в целом. Все это об учителе. Сегодня в Чебоксарах стартовал первый этап ежегодного конкурса «Молодые педагоги столичного образования». Учитель – это и психолог, и поэт, и актер, но самое главное – это незаменимый помощник и настоящий друг. Лучшие из лучших педагогов Чувашской республики борются за почетное звание «Учитель года». Оценивается творчество, оценивается новизна подходов, корректность, методическое мастерство учителя, какие результаты, результативность урока, рефлексия и оценивание урока. Ну и, конечно, личность учителя оценивается, то есть как учитель преподал, его взаимодействие с учащимися, ну и, конечно, результат урока, как они вышли, как поставили проблему урока, как они ее решили. 14 конкурсантов из 10 общеобразовательных школ столицы Чувашии должны показать свою работу по четырем направлениям. Это педагогический совет, образовательный проект, мастер-класс и урок. Но задача педагогов была усложнена. Если обычный школьный урок длится 45 минут, то конкурсанты должны преподнести свой материал в сжатые сроки. Лишь за 25 минут, причем незнакомой им детской аудитории. И участники со своей задачей явно справились. Работала с незнакомой аудиторией, с незнакомыми детьми. Конечно, в этом есть определенные сложности, но в данном случае все прошло идеально. Дети меня приняли, дети очень хорошие. И в итоге, в общем-то, я довольна своим результатом, своим уроком. Дети условили все, что я давала, свой материал по лексике. Это были учащиеся пятого класса. И, в общем, итог урока получился отличный. Самим подопечным, а именно учащимся 46-й школы города Чебоксары, такие уроки пришлись по вкусу. Я хотела бы, чтобы уроки были такими же, как сегодня. Мне понравилась тема хобби. Там было много интересного. Нужно было искать всякие конверты, расшифровывать. Были кроссворды. Было очень интересно. Интересно было разгадывать загадки, отвечать на вопросы учителя. Заниматься было с ней несложно, потому что она была очень добрая и отзывчивая. Победители этого этапа станут участниками республиканского конкурса. Он пройдет в Чебоксарах 6 по 29 апреля. Кстати, победитель республиканского конкурса «Учитель года Чувашии-2015» получит премию главы Чувашской республики 150 тысяч рублей. И будет представлять Чувашию на всероссийском уровне. Юлия Важенина, Евгений Анисимов. Республика. Это все, что мы успели рассказать вам к этому часу. Подробная картина дня в информационном выпуске программы «Республика» сегодня в 20 часов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова